Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ген-план города, подробности и официальные заявления. Подвигу народа жить в веках. В день 70-летия освобождения в Анапе прошли памятные акции. Анапские виноградари продолжают собирать урожай. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Долгожданный ген-план города. Когда будет принят? Анапчане интересуются, власти открыто рассказывают. Мэр Анапы Сергей Сергеев ответил на вопросы нашего корреспондента. Подробности у Светланы Авиловой. Осенью прошлого года прошли публичные слушания генерального плана Анапы во всех 52 населенных пунктах муниципального образования. Главный документ города-курорта представляли главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин и советник Российской академии архитектуры и строительных наук Валентина Кипчатова. Ни один ген-план города-курорта Анапа за всю его историю не принимался с такой максимальной открытостью и доступностью для общественного обсуждения. Генеральный план разработан на весь городской округ. Это огромнейшая работа. По ген-плану масштабные работы будут проведены по созданию новых пляжей и берегоукреплению. Планируется создать и новые зеленые зоны – парки и скверы. Значительно поднимется уровень социального обслуживания за счет построек детских садов, школ, больниц и поликлиник. Прибавят темп развития культурная и спортивная отрасли. Планируется возведение большого клубно-развлекательного комплекса, строительство спорткомплексов и площадок. Что касается электроснабжения, то недавно построенная подстанция на хуторе Бужор будет основным источником питания. По программе ген-плана со временем произойдет ее расширение. Энергомощностей хватит на годы вперед. Голубого топлива тоже будет в достаточном количестве. Будет проходить отбор газа из газопровода Южный поток. Все анапчане понимают важность этого главного документа, по которому Анапе предстоит жить и развиваться в ближайшие 20 лет. Окончательное принятие ген-плана уже скоро, рассказал нам в конце своего рабочего дня глава города-курорта. 18 сентября в Министерстве регионального развития подписано сводное заключение, то есть проект генерального плана утвержден регион развития. Последняя подпись была, насколько я знаю, это Министерство здравоохранения. Мы рассматриваем, что на следующей сессии совета в октябре месяце, в конце октября, генеральный план будет вынесен на утверждение, на рассмотрение депутатского корпуса. Так что наше мытарство, мучение, можно сказать, подходит к концу. Но у меня осталась еще одна моя головная боль – это право землепользования и застройки. Это очень серьезный документ, который принимается после утверждения генерального плана, который коренным образом повлияет на ту ситуацию со строительством, с размещением объектов капитально-некапитально строительства на территории города-курорта. Все это случится очень скоро. Я думаю, до Нового года мы закроем эту тематику. Именно генплан позволит сохранить Анапу как курорт детского и семейного отдыха, возродить сельское хозяйство и создать новые рабочие места. Также позволит участвовать во всех социально-экономических программах и добиваться выделения средств на социальные объекты и объекты инфраструктуры. Светлана Авилова, Вадим Родин, Анапа-регион. Без времени и вне дат. Великое освобождение Анапы 70 лет назад затронуло каждую семью. Именно на территории Анапского сельского округа на хуторе Курбатском совершил свой подвиг герой Советского Союза Сурен Аракелян. Он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом вражескую огневую точку. Отдать дань памяти родному человеку прибыл внук героя Вазген Аракелян. У Хударского музея школьники и ветераны высадили саженцы молодых деревьев. Символ новой счастливой жизни. По дороге на Курбатский, где проходили ожесточенные бои за район, установлен памятный знак «Павшим в боях за освобождение хутора от немецко-фашистских захватчиков». К нему были возложены венки и цветы от школьников 21-й и 12-й школ. Вот на этой вершине фашистский дзот мешал продвижению наших частей и не давал возможности захватить высоту. Тарший сержант Сурен Аракелян поставил перед собой задачу – уничтожить врага. Дать возможность продвижению русской армии. О своем решении он доложил командиру. Уверенный в правильности своего замысла, взяв с собой красный флажок, с группой смельчаков двинулся вперед. Приблизившись к зоту, бросил несколько гранат, а потом упал сраженным. Высота была взята, и красный флажок установлен. За этот подвиг Аракеляну было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Перед началом митинга отец Еремия совершил поминальную службу. Почтить память деда приехал внук героя – Вазген Аракелян. Очень трудно для меня высказать все мои мысли. Это мысли для меня, для моей семьи святое. Я желаю, что наши поколения тоже совершили подвиги, но в мирное время, в мирных целях. Каждый год в этот день многие приходят сюда, чтобы возложить цветы Героя Войны, поблагодарить за мир и павших, и живых. Он защищал здесь наш с вами общий дом. Я желаю вам дружбы, единства. Здесь, у памятника Сурена Аракеляна, всегда сами себе клянитесь, никогда не делиться на национальности, никогда не делиться на вероисповедание. Мы единоверны, мы вместе должны созидать. Памятнику Сурена Аракеляна были возложены венки от мэра Анапы Сергея Сергеева, главы Анапского сельского округа, депутатов Совета города-курорта, Совета ветеранов округа, Центра армянской национальной культуры. Красные гвоздики возложили школьники и жители хутора Курбатский. У музея Героя Советского Союза анапчане высадили семь саженцев молодых кленов. Память жива, а вместе с ней жива и Россия. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. К другим темам. На виноградных плантациях сельхозпредприятий Анапы активно продолжается уборка винограда. Работу ведут аграрии крупных и средних предприятий курорта. Янтарную ягоду собирают механизированным и ручным способами. Нашей съемочной группе удалось побывать на виноградниках и увидеть собственными глазами, как проходит уборка. Площадь анапских виноградников почти 3000 гектаров. Пока виноградари собрали треть урожая. Воловой сбор винограда 6360 тонн при урожайности 84 центнера с гектара. Отличились в этом году виноградари одного из передовых сельхозпредприятий. Возрождение в Гостогаевском сельском округе. Урожайность здесь в этом году 120 центнеров с гектара. Данное предприятие является стабильным перспективом, развивающимся. Именно за такими предприятиями будущее виноградарства в нашем муниципальном образовании. ООО «Возрождение предприятия молодое» действует с 2007 года. После сильных морозов в 2011 году сельхозпредприятию пришлось проводить переформировку виноградников. Сейчас здесь применяют новые технологии, убирают виноград комбайном, чтобы уйти от ручного труда и минимизировать затраты. Сегодня здесь находится комбайн, который убирает виноград. И на данный момент мы его, как бы сказать, посмотреть, взяли в аренду. И на будущее, наверное, все-таки будем приобретать и убирать виноградники вот этим комбайном. Уборка винограда будет продолжаться еще около месяца. В этом году сотрудники предприятия планируют заложить еще 25 гектаров виноградников. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Краеведческом музее презентовали новые экспозиции. Посвящение любимому городу к юбилею освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И в соседнем зале экспозиция «Мир динозавров». Уникальное собрание каменелых остатков динозавров, обитавших на планете в прошлые геологические годы. На выставке более 50 экспонатов, вымерших 65 миллионов лет назад. Некоторым ископаемым почти 600 миллионов лет. Русские ворота не на привычном месте в городском парке, а в помещении. В Краеведческом музее воссоздали улицы Анапы и достопримечательности с исторической точностью. До мелочей. Показываем документы, относящиеся к периоду оккупации. То есть, чем для нас обрелилась оккупация, можно по этим документам посмотреть. Например, то, что здесь впервые использовалась машина Душегубка, также документ мы показываем. То, что мы угоняли в Германию. Граждане также поданы письмо, показываем Кима Куко, которое было угодно в Германию. Хирургический набор оружия, трубки, чем запомнилось и отметилось время войны и послевоенные годы. Экспонаты выставлены в обновленных залах музея. Впервые мы показываем такую своеобразную стену славы, где мы, вот у нас все время приходили, люди говорили, вот хотим посмотреть своих родственников, но всех их показать невозможно. Поэтому вот мы сделали такой задел, стены славы. Здесь показаны фотографии наших анапчан, многие из которых были партизанами, или те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, либо те, кто, например, освобождали Гуртанаму. Конечно, всех мы поместить не смогли, поэтому решили продолжить вот такую стену славы своеобразную, в такой вот нашей электронной фоторамке, которая имеет возможность постоянно-постоянно пополняться. Я хочу пригласить всех жителей, гостей города-курорта Анапа, приходите в этот обновленный зал, и вы на самом деле узнаете всю историю нашего города-курорта Анапа. Знаете, очень приятно, когда у нас на самом деле в этом году была очень большая посещаемость, но это в основном, конечно, отдыхающие. И мне очень обидно за жителей нашего города. Сейчас уже осень, закончился курортный сезон, мне кажется, у жителей появилась такая некая передышка. Поэтому, если у вас есть возможность, приходите, посмотрите. Я думаю, что вы останетесь довольны этой экспозицией. Медали, ордена, знаки отличия и как результат из прошлого в настоящая грамота с подписью Дмитрия Медведева о присвоении Анапе статуса города воинской славы. По соседству новая выставка, уникальная и экзотическая. Центральная фигура экспозиции – скелет динозавра-хищника таброзавра из песков в пустыне Монголии. Копии энциклопедических находов предков птиц, летающих ящеров и рептилий, скелеты морских ящеров из Германии, находки XIX века. На информативных модулях «История развития жизни на планете Земля» с первых моментов зарождения Вселенной и появления первых форм жизни до времен гигантских динозавров и разумных млекопитающих. Для маленьких посетителей музея организаторы выставки подготовили сюрприз. Юные любители исторических расследований и находок смогут поучаствовать в почти настоящих раскопках. В музей установили специальный модуль со скелетом утконосого динозавра. Здесь можно каждый себя почувствовать палеонтологом, копать кисточками и раскопать неожиданно скелет древнего динозавра. Выставка у нас продлится, рассчитываем где-то в течение двух месяцев. Приглашаем всех ее посетить и посмотреть. Я думаю, будет всем интересно. 65 миллионов лет назад природная катастрофа уничтожила практически все живые формы на Земле, ученые уверены, если бы не она, жизнь развивалась бы по-другому. Научные прогнозы в основе рассказов и лекций специалистов и экскурсоводов музея. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и салоны магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. В четверг, 26 сентября, в Анапе будет солнечно, но довольно прохладно. Температура воздуха в дневные часы 15-17, ночью до 14 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 17 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы Торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова